Тренерский штаб сборной России по вольной борьбе, выдержав гроссмейстерскую паузу, самым последним из трех едущих от России на Еврокоманду обнародовал состав. Обошлось без неожиданностей, и за исключением вернувшегося после дисквалификации капитана Садулаева, в столицу Италии, как и предполагалось, поедут все победители Ярыгинского турнира. О причинах долгого выбора, возможных открытиях и вариантах досуга в случае успешного выступления в отсутствие приболевшего Дзамбалата Тедеева мне поведал начальник команды Таймура Стигиев. Сегодня вообще окончательно слег. Большому сожалению, что он состав сам не объявил. Но ничего, я думаю, день-два мы его ждем, и также дальше готовимся к чемпионату Европы, куда мы едем за максимум золотом. Уже успели объявить состав Игорь Каримович и женщины. С чем была связана задержка? Ну, мы долго думали, как правильно поступить, чтобы не ошибиться. И в итоге вчера и главный тренер, и тренерский совет пришли к тому, что объявили вот этот состав. Дали шанс молодым, в которых мы верим и которые, надеемся, отборятся очень хорошо. Могу даже по имя на их перечислить. Это 57 килограммов Азамат Тускаев, 61 килограмм Александр Богомоев, 65 килограмм Шираев, Курбан, 70 килограмм Исраил Касумов, 74 килограмм Расул Газим Магомедов, 79, Магомед Рамазанов, 86, Артур Найфонов, 92, Батрбек Цакулов, 97 килограмм наш капитан команды Абду Рашид Садулаев, 125 килограмм Балдан Саджипов. Тут, кстати, по последней кандидатуре Балдан Саджипов. Все ребята, кроме Анзора Хизриева, боролись. Он одержал над ними победы. Победы, тем более в финале он выиграл у Кривцова Павла, с таким хорошим преимуществом. Ну, я не знаю даже, а как. Он заслужил, я думаю, надо шанс ему дать. Дали. Мы верим, что он достойно борется и принесет команде медаль, золотую, скажем, уверенно. Балдан, почему один занимаешься? Пары нету. Утро меня не было, не успел. Штрафное наказание. Да. Не, утром мы ездили просто. По оформлению, вижу, отпечатки с давания. И не успел договориться с парой. И без пары остался. Это все-таки Олимпийский год и один из ответственных стартов, этот Олимпийский год. И я думаю, его надо пройти. И пройти достойно, выиграть командное. И, соответственно, чтобы появились новые имена, которые стали чемпионами Европы. Мы в этом году намерены отбороться на двух-трех турнирах, чтобы ребята были все в форме. Даже несмотря на то, что большинство лицензий у нас уже есть. Да, большинство лицензий есть. Кроме лицензионных турниров, вот рейтинговые турниры будут. Мы намерены на все турниры повести по одному, по два состава. Чтобы ребята все были в форме, чтобы не расслаблялись. Участие на чемпионате Европы, предстоящем русского танка Абул Рашидас Адулаева, капитанной команды, помимо того, что он является лидером в своей категории, еще связанной с тем, наверное, что он долго отсутствовал, ему нужна практика. Ну да, Абул Рашид с чемпионата мира не боролся ни на одних соревнованиях. И ему как раз вот этот старт, я думаю, упадет на пользу. И ковер почувствует, и атмосферу. В каком настроении тренируется, можно сказать, именинник сегодня, который миллион разменял. Сегодня идею подкидывает, говорит, напишет такой пост. У нас там один миллион, сюда, сюда. Потом не будем раскроть карты. Кто сейчас в последнее время так ворвался, сборную прибавил? Темпы роста именно Магомеда Рамазанова очень сильно нравятся. Этот парень за полтора-два года так набрал, что на сегодняшний день он претендует быть лидером в весовой категории 79 килограмм. То же самое мне очень сильно понравился 65 килограмм Шираев-Курбан. Мне очень приятно, конечно, что тренингский штаб дал шанс проявить себя еще на чемпионате Европы. Я постараюсь это сделать, обязательно начало получится. Постараюсь это действительно в лучшей форме. И, ну, как-то, никогда не преувеличиваю в своей голове, что это чемпионат Европы и так далее. Как обычно, хочу подойти, отбороться. Азамат Ускаев тоже молодец. Ну, много, практически все ребята. Так взять, у нас 50% из этих ребят никогда не выезжал даже в составе сборной, на какие-то международные серьезные соревнования, как чемпионаты группы, чемпионат мира. И Сраил Касумов был несколько раз призером, но никогда не был золотым чемпионом. Ну, вот, наконец-то, сейчас он и станет. Два раза я помню, был он третьим оба раза. Ну, вот у него с третьего раза, я думаю, он должен стать чемпионом. Да, сейчас уже, конечно, каждый уже момент ценишь. Может, раньше особо и не ценил вот эти моменты. Сейчас более ответственный, решил подойти ко всему этому. Будем делать все возможное, чтобы победить. Выложиться надо. Так, в принципе, все готовы. Осталось подвестись и выступить. Александр Богомой выступал на европейских играх. Юных победил. У него есть опыт чемпиона, он должен, обязан тоже стать чемпионом. Да, конечно, огромный праздник. На Европе выступить, себя проверить. В определенной форме выступили на турнире, а сейчас осталось подвести. И даст Бог, подойдем вообще в отличной форме, будет здорово. И пот на лице, уже десятый, по-моему, только лишь подтверждает и свидетельствует. Настрой боевой. Можно ли сказать, что сборная России, помимо того, что едет на чемпионат Европы в Италию побеждать, также едет, поскольку борцы люди разносторонние, познакомиться с итальянской кухней и изучить историю древнего мира? Итальянская культура. Конечно. Я думаю, я надеюсь, что у нас будет немножко времени, чтобы погулять. А сам, например, не был никогда в Италии. Я думаю, из ребят тоже мало кто был, чтобы немножко посмотрели Колизеевы и немножко ознакомились с их культурой. Под достопримечательность там погуляли. Ну и пофотографировались, конечно, с хорошим настроением после соревнований. С максимальным количеством золотых медалей. В этой связи, мне кажется, уже по Италии объявили тревогу, чтобы не закончились вещи, брендовые одежды в магазинах. Кстати, уже в феврале скидки как раз. Всем болельщикам желаю, чтобы мы их обрадовали. Максимально, как только можем, мы будем стараться, не подвести вас. И удачи всем ребятам. Вячеслав Абдусаламов, Restruz TV.